Тема сегодняшней лекции Старение и рак Состояние проблемы Как видно на этом слайде С возрастом растут Риск Свидетельно-сосудистых заболеваний Инфекционных заболеваний Болезни Альцгеймера И злокачественного образования В наше настоящее время умирает от рака До 10 миллионов человек в год Все хотят дожить до 100 лет Но не каждому это удается Вот смотрите, жить стали дольше Но не веселее На 9 с лишним процентов выросла продолжительность времени Отнимаемого людей злокачественными опухолями Пугающим является тот факт Что в начале 21 века Чаще стали встречаться все виды рака Кроме вызванного алкоголизмом рака печени Лимфомы Ходжкина И рака носоглотки Вы видите демографические пирамиды Если раньше это действительно была пирамида Теперь это пирамида с усеченным основанием А пирамида с усеченным основанием имеет обыкновение опрокидываться Вот была замечательная статья группы российских ученых Работающих в Duke University в Северной Каролине, США Они подчеркивают, что доля лиц Более чувствительных к возникновению рака Может быть выше в более развитых странах Что обусловлено увеличением выживаемости ослабленных индивидуумов Устранением или уменьшением экспозиции традиционных канцерогенов Появлением новых канцерогенных факторов Некоторые факторы, связанные с экономическим процветанием И запятным стилем жизни могут противоположным образом Влиять на старение и риск рака Вот показано на этих слайдах Что чистота рака в экономических странах больше, чем в менее развитых Но серьезным показателем является то, что чистота рака В экономических и развитых странах снижается А в менее развитых растет В экономических и развитых странах Большая доля лиц с высокой чувствительностью к развитию рака Чем доля таких лиц в развивающихся странах В странах с короткой историей экономического развития Частота рака меньше, чем в странах с долгой историей экономического развития Это тоже существенный фактор Вот посмотрим, как меняется с возрастом смертность от рака Она растет экспоненциально, как у мужчин и женщин За исключением у женщин хоринопетелиома Это в обходе плаценты А так это все экспоненциально растет Ученые в разное время обращали внимание на влияние возраста и пола Но восприимчивость к раку Эдвард Каудри Известный американский исследователь, написавший в 1955 году Книгу «Раковая клетка» Написал, что чувствительность клеток человека к канцерогенам Зависит от числа клеток в мишени От интенсивности действия канцерогена Типа канцерогена, гормонального статуса, наследственности И нет двух исследователей, которые посмотрели на эти процессы одинаково Вот Ричард Питта, известный англический эпидемиолог рака Написал статью Бритти Джона Канта в 1975 году Что не существует связи между старением Парсе и раком В 1985 году он опубликовал статью, которую назвал «Не существует такой вещи, как старение, рак с ним никак не связан» Вот потом, в 1997 году Он написал, что не существует такого явления, как старение В 2002 году в Осло, когда ему и Ричарду Долу вручали Премию Международного противоракового союза На приеме я спросил Ричарда «Ричар, мы с тобой постарели, посидели, а ты утверждаешь, что старение не существует» Он ответил, что пока мы работаем, мы духом молоды и душа не стареет Такой ответ был Джон Кайнс, известный американский исследователь рака Сказал, что рак и старение фундаментально различны Рак происходит как клон из одной трансформированной стволовой клетки Тогда, как при старении организм изменяется целиком Генри Питетт, директор Макарл-лаборатории в Мэдисоне Написал статью в американском журнале «Патологи» в 1977 году Из двух частей состояла эта статья В двух номерах вышла Концерогенез и старение Два взаимосвязанных процесса Не убрал знак вопроса в конце исследования В конце публикации В 1989 году он уже писал, что для процесса старения Характерны изменения благоприятствующей опухольной прогрессии А вот что написал наш хороший знакомый Клавдий Франчески Один из лидеров европейской и мировой геронтологии Все или большинство, ассоциированные с возрастом заболеваний Могут рассматриваться как фегментарные синдромы Ускоренного старения Вовлекающие по генетическим Или связанным с образом жизни Причинам, специфическим уровнем В которых процесс старения И фламейджинг протекает быстрее Вот два классика Гериатрической онкологии Которые издали Несколько томов Несколько изданий Гериатрической онкологии Билл Эршер и Людовико Балдучи Утверждают, что нет сомнений в том Что возраст является ведущим фактором развития рака Леон Малыш Шабат Который работал в этом институте В Москве Говорил, что время исполняет дозу С возрастом увеличивается доза канцерогена И или время экспозиции Что понятно Вторая гипотеза Это возрастное изменение внутренней среды В организме способствует малигнизации Вот Николай Николаевич Петров Инина Александровна Кроткина Создавшая эту лабораторию Которая была первой в России Отечественной экспериментальной онкологической лабораторией Тоже уделял внимание Возрастным аспектам канцерогенеза В этом институте работал Академик Ларионов Леон Федорович Который написал в 1938 году Рак-эндокринная система Книжку Который показал, что Смазывание канцерогеном Кожи мышей Ускоряет у них старение Вадим Михайлович Дильман Выходил в лабораторию Онк-эндокринологии Этого института написал Много раз О синдроме канкрофилии В совокупности гормонально-метаболических Иммунологических нарушений Развивающихся при старении Обеспечивающих условия для возникновения опухоли Эту идею развивал Его ученик и последователь Профессор Лев Михайлович Берштейн Николай Павлович Напалков Мой учитель Директор бывшего института Написал книгу Статью хорошую Рак и демографический переход В котором Собрал всю информацию Об этих двух процессах Их взаимосвязи Вот здесь книжки представлены Которые были опубликованы Под его руководством Вот В 93-м году Мы проводили Международный симпозиум Возрастные факторы канцерогенеза Который собрал всех ведущих специалистов Мира По этой проблеме Была издана монография Международного агентства по изучению рака Возрастные факторы в канцерогенезе Вот здесь приказан Монтесана Зафа-отделом Маира Профессор Карл Барретт Директор Института охраны окружающей среды США Вот профессор Александров И ваш покорный слуга В 84-м году Мы защитили докторскую на тему Которые исследования особенностей канцерогенеза В различные Восстанные периоды Это стало основной темой Моих научных исследований Вышла книжка в США Канцерогенез И старение в двух томах Потом вышли книжки Раку пожилых Онкогеронтология Мы продолжаем заниматься этой проблемой Вот основные направления лаборатории Канцерогенеза Старение и канцерогенез Минифицирующий фактор Разработка методов профилактики Излокачественного образования И преждевременного старения Роль цветового режима И мелатонина в старении рака Роль системы Инсулин подобных факторов 1. Инсулин, глюкоза В возрастном увеличении Стоты рака Оценка эффективности Безопасности гиропротектора И других лекарственных средств Вот здесь еще два сотрудника Которые делали определенный вклад В изучение проблемы старения и рака Это Евгений Наумович Именитов И Вахтанг Михайлович Мирбашвили Крупнейший эпидемиолог В области рака Вот посмотрим теперь на то Что связывает старение и рак Если мы вспомним ту картинку На которой экспоненциально растет В зависимости от возраста Частота рака То это относится ко всем случаям рака Если же мы посмотрим на отдельные локализации То различия очень существенные Рак желудка Экспонента Нефробластома и ретинобластома Встречаются у детей И почти не бывают у взрослых Рак молочной железы достигает пика Частоты в 60 лет Потом снижается В одном органе в раке тела матки В теле матки Идет экспонента В рак шейки матки Идет совсем иначе Вот факторы окружающей среды Которые следует учитывать При воздействии канцерогенов На организм в разном возрасте Курение табака Канцерогены, которые выбрасываются транспортом Низкочастотные электромагнитные поля Световое загрязнение Сменная работа Фастфуд Так называемый алкоголь Инфекция Гиподинамия Образование Культура Вот канцерогенные агенты Перечислены Похимические, физические, биологические Пластмасса Вот посмотрим, как они действуют Одинаковая ли чувствительность Отдельных тканей К различным канцерогенам В разном возрасте Оказалось, что кожа Чувствительна в самом раннем детстве И у пожилых К самым различным канцерогенам Это и полициклические углеводороды Это бета-облучение Ультрафиолетовое облучение Молочная железа Имеет совершенно противоположный характер Чистоты В зависимости чистоты От возраста Ведения Она Нечувствительна у молодых И очень чувствительна В период полового созревания Подкожная клетчатка Чувствительна У старых животных Существенно больше Индукции опухоли Чем у молодых животных Самые разные типы канцерогенов И полициклические Нитрозоединения Пластмассы И даже вирус Вот работа Которая была проведена Нами Доктором Лихачевым Мы посмотрели Как влияет Возраст на чувствительность К нитрозаметиломочевидения Это канцероген Хитенран Он Через 10 минут Его нет в организме Мы вводили его Трехмесячным И 15-месячным Самкам крыс 15 месяцев Это В период выключения цикла У них И вы видите Что Вы смотрели Активность О6-метилогуанин Метилтрансфераза Это фермент Репарации ДНК Который убирает Метильную группу Из гуанина И восстанавливает Ее структуру И вы видите Что частота опухолей Существенно различалась В проведении Метилнетрозомочевидной У молодых Она вызывала Опухоли молочной железы А у старых Молочной железы Не развивалась Развивались Опухоли матки Это коррелировало Только с пролиферацией Потому что Репарация ДНК Ее уровень Не коррелировала Частотой опухоли А пролиферация Была в матке старых Существенно выше Чем у молодых Еще один момент Мы посмотрели Активность Этого фермента Репарация ДНК В разных органах Крысы От одного месяца До 36 И показали Что если в почках И лимфоцитах Она плавно снижается С возрастом То в печени Имеется пик В 14 месяцев Потом снижение Это говорит о том Что попытки Оценивать Активность Ферментов Делать заключение В организме По лимфоцитам И вообще По клеткам крови Она не верна В принципе Потому что В разных органах Разная динамика Их изменений Вот вопрос важный Сопровождается ли Старение Накоплением Инициированных клеток В тканях Мишени Мы сравнили Чувствительность Старых животных К опухольным промоутерам С молодыми Оказалось Что мышь Чувствительная ТФА В возрасте 14 месяцев Печень У мышей Крыс Фенобиробитал Чувствительна У старых Больше чем у молодых Молочная железа Астрадиол У 20-месячных Значительно быстрее Вызывает Опухоли Это говорит о том Что старые животные Могут быть использованы Для активирования Для тестирования Активности промоутеров Вот Работы Бромдезоксиферидином Это золотая пуля Которая Подход к ней Основана на том Что радиус Молекулы брома Сопадает С фондровальцевым Радиусом Метильной группы Бромдезоксиферидином Включается только в ДНК В РНК Он не может включаться И Он Мутагенен Он канцерогенен Увеличивает чувствительность промоутера Ускоряет старение Инвива Индуцирует Реприкативное старение Инвитро Сейчас мы прохожем Вот эта работа Классическая Что вышла в Канцеррисерч В 89-м году Это по контракту С МАИРом Мы делали И показали Что К разным Промоторам Животное Становится Более чувствительным При введении Новорожденного Бромдезоксиферидина Это было первое доказательство Что избирательное Повреждение ДНК Имеет существенный Вклад В индукцию Клеточной трансформации И к развитию Злокачественных опухолей Получили диплом Вот результаты опыта Который был проведен С введением Бромдезоксиферидины Нитрозометиломочевины В 3 месяца вводили То есть Бромдезоксиферидин Вводили Новорожденным А Нитрозометиломочевину В разных дозах Вводили в 3 месяца И в 15 месяцев И вы видите Что Кривизна Крутизна кривой 15-месячных Существенно выше Опухоли Как будто бы Сразу возникали По сравнению С 3-месячными Животными Вот еще один опыт Который показал Что если ввести Эстрадиол в малой дозе К крысам К мышам Которые получили Бромдезоксиферидин То у нас Опухоли Становятся До 80% А в контроле Только 16-26 Это очень существенное Повышение чувствительности Вот уже приходилось Говорить Об Эпифизе Здесь показано Что ночной пик Мелатонина Подавляется Разными факторами Проживанием Насилие Сменной работой Джетлагом Постоянным освещением Свет ночью Бессонницы До 20% Сегодня Заняты Производственные люди В развитых странах Вот Ночные тусовки Работа Компьютером По ночам Вот работа Которая Очень интересна Тем Что показали Что смертность От рака Молочной железы У коренного Населения Аляски Выросла в Тераза 69-го года По неизвестной причине А за последние 30 лет В районе В Арктическом регионе Существенно увеличилась Смертность От рака Легких Толстой кишки Причину Можно назвать Дело в том Что раньше Была лучина Керосиновая лампа Сейчас Движок Компьютер И освещение В чуме Вот смотрите Рак у пяти континентов Доктором Борисенко Мы проанализировали Заболеваемость Раком Различных Локализаций В зависимости От удаленности От экватора И от полюса И оказывается Что рак Молочной железы Тело матки Толстой кишки Эндометрия Ближе К северу Чаще встречается Это все связано С потреблением энергии А рак шейки матки Рак желудка Обусловленный Инфекционными Агентами Они чаще На юге Вот низкочастотные Электромагнитные поля Они подавляют Секрецию мелатонина Способствуют развитию Рака молочной железы Головного мозга На образовании Кровитворной системы Мы живем в городах Которые Пронизаны Линиями электропередач Живем в комнатах Которые окружены Наши дети И мы сами Электромагнитными полями Создаваемые Всякими приборами Дальше иногда Ставится Прямо под лэп Что очень опасно Вот световой режим Что вызывает Он усиливает На 50% Риск рака Коронарной болезни Сердца Ожирение Метаболического синдрома Четыре раза Ускоряет Увеличивает риск Язвенной болезни Желудка И двенадцатиперстной кишки Увеличивает риск Рака груди Рака толстой кишки Бессонница По ночам Вызывает Если больше Четырех раз в неделю Вызывает В два раза больше Риск рака Молочной железы И работа В ночную смену Средний уровень Эксиции Метаболита Мелатонина 6 Оксисульфат Мелатонина Был снижен На 43% У работавшей ночью По сравнению С работавшими днем Вот земля Залито Освещением Работа 2008 года Совместной Израильской Американской Команды Показала Что Если наложить На карту Заболеваемости Раком Молочной железы Все случаи В Израиле И посместить На карту Освещенности Ночной То они Полностью Совпадают Затем Эта работа Распространена На 164 страны И показали Что полностью Совпадают Распределения Вот эта работа Уникальна По своим размерам Масштабом Выполнена Доктором Виноградовой Ее кафедрой Фармакологии Петерзаводского Мединститута Петерзаводского Университета Тысяча Одна крыса Содержалась В четырех Световых режимах Естественным Освещением Когда окна Не завешивались Ничем И если Была зима То Окна Было темно Лишь Огни От вокзала Светили Окна Который Рядом Расположен Летом Было белые ночи Постоянное освещение Когда круглые сутки Горило Луминесцентное освещение Лампы Стандартное освещение 12 12 часов Свет 12 тьма И световая депривация Когда в комнате Была только Красная лампа Зажигалась Когда ухаживали За животными И группа Получала Мелатонин Самцов Самых И петалон Пептид Который повышает Синтез мелатонина Вы видите Что созревание Половое Ускорялось При постоянном Освещении Естественном освещении Севера А в темноте Замедлялось Выключение цикла Также было Ускорено При постоянном освещении Лиль Лайт-лайт И натуральное освещение Ускоряло Выключение цикла У самых Что поразительно Крысы достигали Колоссального веса До 1000 грамм Это Необычно Для животных Этого вида Избыток веса Абдоминального жира У них был Избыток липидов Холестерина Глюкозы Цепептида Инсулина У них Проживенно включалась Выключалась Репродуктивная функция И увеличилась Частота Спонтанных Опухолей Применение Мелатонина Эпиталона Предупреждало Развитие Метаболического Синдрома Старения Репродуктивной Системы И возникновения Опухолей Вот эта работа Которая Публикована В Эйджинге Вы видите Что Ускоряется Старение И Ускоряется Развитие Опухолей При Постоянном Освещении И освещении Севера Вот работа Которая была Выполнена Совместно С Американским Институтом Старения Показали Что у мышей ЦБА Гены Мелатонин Влияет на Экспрессию Генов Которые Контролируют Клеточный Цикл Клеточную Пролиферацию Адгезию Клеток Мембранный Транспорт И метрохондривальные Гены Вот В прошлом году Международная Группа Экспертов Моей Международного Агентства По изучению Рака Пришла к заключению Шестменная Работа Приводящая К нарушению Целекратных Итм Канцерогена Для человека Это Опубликовано В 124 Томе Монографии Майера Вот Тут вышла работа В 20-м году Что ночная Сменная работа Вызывает Вызывает Нарушение Репарации ДНК Увеличивает Повреждение ДНК Что Способствует Развитию Рака Это не только Рака Но и Старение Тоже Ускоряется Вот Таким образом Проживание На севере Сменная работа Джетлаг Постоянное Освещение Электромагнитные Поля Бессонница Ускоряет Старение Развитие Опухоли А повышение Ночного уровня Мелатонина При гибернации Солежание В темноте При введении Мелатонина Или Пептида Пифиза Забедление Старения И предупреждение Развития Опухоли Вот еще Работа Которая Говорит о том Что С возрастом Иммунная система По-разному Реагирует На Рост опухоли Мы Использовали Рабдомиосаркома УРА-2 С аффинитетом К легким То есть Куда бы ее ни ввели Метастазы Она проживалась Только в ткани легких И можно было Сосчитать Число Колоний Которые Развивались Вот мы Посмотрели В одномесячных Вы видите Какая кривая В зависимости От дозы клеток Введенных 12 месяцев И в 3 месяца Плоская Кривая А в 15 месяцев Вы видите К большой дозе Происходит взрыв То есть Это означает Что Имеется порог Резистентности Иммунной системы Защищающей нас От роста До качественных Клонов Вот еще одна Замечательная работа Бралась Гепатома Которая Росла в культуре И ее вводили В портальную вену Молодых и старых крыс Вы видите Что Через Частота Развития Гепатом При введении Этих клеток Через 7 дней Смотрели Молодым И старым Было одинаково А если Посмотреть В 3 месяца В 85 дней То у молодых Всех Сосалось Не одна Гепатома Не развелась А у старых Все выжили Это говорит о том Что микроокружение Раковой клетки Очень существенно Для Ее реализации Прогрессии И роста Вот Фотография Леонарда Хайфлика Который Предположил Что Показал Что Эмберональные Фибробласты Легкого У человека Делится 50 раз Примерно И только 4 раза У лиц Старше 50 лет Этот феномен Получил название Демита Хайфлика В 71 году Алексей Оловников Выдвинул Гипотезу Маргинотомии Объясняла Лимит Хайфлика В 85 году Открыли Теломиразу Которую Получил Нобелевскую Премию В 2009 году Вот Компизи Написала Хорошую статью Стареющие клетки Хорошие граждане Но плохие соседи Идея Приключалась в том Что Демонстрируется Явление Антагонистической Плеотропии Протективный защит Эффект Малом возрасте То есть В молодом возрасте Клетки Не делятся Стареющие А в пожилом возрасте Накопление клеток С признаками старения Может способствовать Развитию опухоли Она Сформулировала Так называемый Синесен Сушейтед Секрет Орифенотайп Это Синдром Конкрофилии По сути дела Только более детализированный Чем у Дильмана Вот Схема Которую мы Нарисовали В 1998 году Канцероген Канцероген Повреждают Упрощенную схему Сходства Событий Старения Канцерогенеза На молекулярном уровне Вы видите Почти полное совпадение Всех Показателей Кроме длинный теломер При старении Она уменьшается При канцерогенезе Увеличивается Вот На тканевом уровне И клеточном Есть различия Существенные Вы видите Ростовые факторы В разные стороны Пролиферация При старении Снижается Клональная Пролиферация При канцерогенезе Апоптос По-разному Биоэнергетика Ангиогенез Число старых клеток Число латентных клеток Растет А вот что происходит На системном уровне Опять сходство Уровень катехоламина Снижается Чувствительность Регулирующим сигналом Снижается Инсулинорезистентность Растет Уровень инсулина Инсулин Подобного фактора роста По-разному Содержание жира в теле По-разному Т-иммунитет Снижается Устойчивость Снижается А вот на популяционном уровне Опять полное сходство Только На фертильность Геропротекторы могут Снижать фертильность И повышать Это зависит от типа Вот Таким образом Продолжительность жизни И развитие опухолей Если взять Животных Мутантных Мутантных Трансгенных То любые мутации Которые приводят К замедлению старения Уменьшают чувствительность К раку А ускоряющие Старение Мутации Здесь и голые мыши И Хир-2 И парп И нокаут П-53 И Теломиразы Конексины Все это ускоряет Старение Ускоряет архитерака Вот схема Которая Была Публикована В 2001 Гены Смотрители Хенцель И Фогельштайн Они Предположили Что гены Смотрители Определяют Повреждения Клеток Гены Сторожа Пролиферацию Мы Дополнены Схему Генами Гомеостаза Которые Контролируют Взаимоотношения Организма С опухолевой Клеткой И Вы видите Что Старение И рак Это Две Стороны Одной Медали Пойдешь Налево Стареешь Гибель Клетки Пойдешь Направо Канцер Генез И рак Вот Многостадийный Канцер Генез Очень важно Что математический Модель Посчитали Математики Что для того Чтобы возникла Опухолевая Клетка Необходимо Как минимум От 4 до 6 Этапов Стадии Которые Сопровождаются Молекулярными Изменения На уровне Клетки И вот Может быть Канцероген Действовать На Совершенно Непорожденную Клетку И тогда 5 стадий Верхний Ряд А может Действовать На клетку Которая Уже Прошла Под воздействием Факторов И внутренней Среды Несколько Стадий И тогда Опухоль Возникает Сразу И латентный Перевод Короткий Это все Изображено На этой схеме Выводы Старение Ткани Специфически Модифицируют Чувствительность Канцерогена В тканях Увеличивается Частота Мутации Увеличивается Количество Латентных Клеток Количество Стареющих Клеток И чувствительность К опухолевым Промоторам И вот Посмотрим Что с этим Можно сделать Николай Николаевич Петров Основоположник Отечественной Онкологии И директор И нашего Института В 2010 году Написал Предупредить Рак можно А можно ли Предупредить Старение Вот был У нас Николай Васильевич Лазарев Вкуритель Лаборатории Лекарственных Методов Профилактики Лечения Закачественного Образования Выдающийся Фармаколог Кторый этим Пытался Заниматься Вот здесь Перечислены Основные Группы Гиропротектор Не буду Их Называть Вы можете Прочитать Вот Антиоксиданты Они Влияют На среднюю Продолжительность Жизни Как правило Стимулируют Фертильность Но бывает Тормозят Вот Два Этил Шесть Метил Оксипиридин Он Тормозит Фертильность Токоферол И селен Могут При определенных Условиях Увеличивать Частоту рака А не снижать Его Как Дел Задумали Авторы Антиоксидантов Вот Токоферол Не снижает Существенную Частоту Инфарктов Мегарда По сравнению С известными Гипотензивными Средствами Плацебо Группа Повышенного Риска Бета Каротин Увеличивает Рисм Рака Легкого И курильщиков По сравнению Плацебо Плацебо Самый Долгоидущий Самый дорогой Проект Геронтологии Начатый В 87-м году Уже Сколько Нет Прошло Которые На обезьянах Разного Вида Резус Манки Сквар Белич Обезьяны Получают На 40% Ограниченную Диету И Вы видите Что Изменяются Размеры Тела Содержание Жира Температура Тела Уровень Глюкозы Инсулина Подобного Фактора Роста Фертильность Тормозится Частота Соответственность Сосудистых Заболеваний Рака У них ниже Замедление Происходит В основном Снижение Дигидро Педоросторона И выключение Репродуктивной Функции Увеличивается Толерантность Глюкозы И чувствительность К инсулину Вот Люди Нетерпеливые Хотели Посмотреть На себе Как это Влияет Ограничение Калорийности Питания И 18 Человек В течение 6 лет Ограничивали себя В сладком Калорийность Была Как в Японии До 2000 Калорий В день И в результате Получили Замедление Тарасфироза Это показатели Ну Наш Продолжительность Жизни Тут Невозможно Было Оценить Вот Потребление Калорий В США Безус Смертью В Аудиторию Нет Желающих Отказаться Сегодня Вечером От ужина В пользу Кефира Скрейкером Из Трубей Поэтому Горячей Точкой Является Поиск Меметиков Ограниченные По калорийности Диеты Вот Что написал Михаил Благословный Статью Кощея Бессмертный И Анти Средства Против Старения Герои Русских Сказок Жили долго Были Тощими Стройными Крепкими Костелами Ограничение Калорийности Питания Инактивирует Темптор И увеличивает Продолжительность Жизни Метформин Рапамецин Обладает Такими Свойствами И не Исключено Что Василиса Пермудра Собирала Голлегу Официанальность Из которой Выделила Метформин И вводила Бабе Еге Давала Кощею Бессмертному Чтобы они Жили дольше Вот В 80-м Году Вадим Михаил Зильман Продолжил Мне испытать Влияние Финформина На продолжительность Жизни Развитие Спонтанных Опухолей У мышей Высокораковой Линии И мы Получили Результат Который Нас Озадачил Увлечение Продолжительности Жизни И снижение В 4 раза Частоты опухоли Было обнаружено Это повторено Было на множестве Опытов И вот В 2005 году Публиковали Статью В которой Показали Что Введение Метформина Увеличивает Продолжительность Жизни Снижает Частоту И множество Опухолей Молочной Железы В Нью-Йорк Вашингтон Пост Написал Что это Одна из Семи Наибольших Инноваций Которые Были Сделаны На 2015 В 2015 В Вышла Работа Боннистера И соавторов Американцев Где на Большом Количестве Там Около 80 тысяч Наблюдений Показано Что метформин Увеличивает Меньшает Смертность Даже по сравнению Со здоровыми Зеленые Здоровые А метформин Голубая Линия Вот На разных Моделях Мы показали Что метформин Тормозит Рак Индукцию Опухолей У грызунов Вот здесь Перечислены Канцерогены И модели На которых Мы сделали Тикань Мишени Это Достаточно Убедительные данные Метформин Влияет Также На клеточное Старение В коже Мышей Методсинститутом Цитологии Мы сделали Показали Что эффект Мелатонина Сказывается На Леточном Старении Фиброволаз В коже Данные На людях Опубликовано В поле Уже Двухсот Обзоров Более Семи Миллионов Больных Сахарным Диабетом Получили Метформин Относительный риск Снижен Вот что написал Сайенс Посвятив Два Разворота Больные Диабетом Принимавшие Метформин Имеют на 25-40% Меньше риск Умереть Атраком Чем получавшие Инсулин И препараты Сульфанил Мочевины Влечащие Продукцию В железе Метформин Уже спас От смерти Атрака Больше людей Чем любое Другое Лекарство В истории Он Наиболее Назначаемый Антидиабетический Препарат В мире Ежегодно Выписывается Более 120 миллионов Рецептов На метформин Вот Замечательная Работа Майкла Пола Который В 2006 Году Заявил На Лекции На Американской Ассоциации Больной С раком Что Метформин Интересен Сейчас Он утверждает Что Эффекты Метформина Противируются Четырмя Феноменами Снижением Уровнем Инсулина Угнетает Комплекс Первой Метрохондрии Угнетает Протеинки Назовым Тор Избирательно Убивает Метинхимальные Раковые Клетки Столовые Проблема Метформина В том Что он Дешев Доступен Безопасен И его Может принимать Каждый Это его Фраза Открывает Глаза На Политику Фармацевтических Фиров Это Показана Схема Та же Пойдешь налево Пойдешь направо Это эффект Метформина Он действует Фактически На все Те же Точки Которые Контролируют Старение И рак Вот Кривые Которые Вы Нарисовали В 83 Году Это была Классификация Гиропротекторов Которую Представил Эммануэль Сабуховой Николай Маркович Эммануэль Из Института Хемфизики Академии Наук В Москве Он Говорил Что есть Параллельность Двиг кривых Выживаемости Второй тип Это наклон Уменьшается И третий Происходит Ректонгуляризация Кривой Гомперса Вы видите Что средние Показатели При этом Не меняются Мы добавили Вот Б Квадратики И оказалось Что при параллельном Сдвиге Увлечивается Латентный период Частота опухоли Практически Не меняется При втором типе Снижается Частота опухоли Они развиваются Позже А при третьем типе Увеличение Развития Опухоли И вот смотрите В 2000 году Произошел Изменение характера Кривых Выживаемости В Швеции Это работа Яшина И его команды Вы видите Что если раньше Все доживали До 85 лет А продолжительность Максимальная была Такая же Как в Древней Греции 95 лет То Сейчас Происходит Красный Показан Параллельный Сник Кривой И вот смотрите Что происходит С опухолями Смертность От рака Она зависит От успехов Медицины Заболеваемость Стала снижаться И мы видели В начале лекции Доказательства Этому И вот это То что было Для мышей И крыс Можно Старполировать На людей Если мы Изменим Кривую Выживаемости До Второго Типа То мы Уменьшим Заболеваемость Раком И увеличим Продолжительность Жизни Вот Все Та же Картинка Которой Добавлены Все геропротекторы Антиоксиданты Мелатонин Бегуаниды Гормоны Неротропные Средства Иммуномодуляторы Они влияют Как на старение Так и На канцерогенез И Перекос Воздействия Приведет Либо к ускорению Старения Либо к канцерогенезу А нужно делать Параллельно Вот картинка Которую написал Рисовал Михаил Благословный Он Обычная медицина Увеличивает Продолжительность жизни Предупреждая смерть От ассоциированных С возрастом Заболеваний Поэтому увеличивается Число пожилых Больных В медицинстве Старение Будет замедлять Старение И начало Возрастных Заболеваний Эдин Бауэр Венгерский Ученый Биолог Творец Теоретической Биологии Написал Что проблема Рака По-видимому Совпадает С проблемой Старости Задача науки Состоит в том Что замедлить Процесс старения И тем самым Уменьшить Вероятность Заболевания Рака Это было написано В 1936 году Ничего не изменилось Мы в 1929 году Написали Старю Состоит 20 лет спустя Сейчас Можем написать Что 85 лет спустя Вот Последний слайд Меня мучают Терзают Смутные Сомнения Решена ли Будет Эта проблема Мне кажется Что надо Переименовать Наш журнал Успех геронтологии В утихе Геронтологии Хотелось бы Что проблемы Онкологии Вопрос онкологии Изменил название На ответы Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok